Но, как мне известно, уже некоторые школьники готовятся к новому шикарному конкурсу. Это проект. Более подробно нам она расскажет Виктория Лазаревна. Она сейчас на прямой связи со студией. Вика, доброе утро. Еще раз расскажи, что за конкурс ждет всех школьников. А, вот как мне тут подсказывают, что здесь будет сразу с выступления, с творческого. Начнем момента. Субтитры подогнал «Симон» Браво! Валерия Кузьмина, певица. Сегодня утро. Начинаем вместе с ней и с организатором, с одной из организаторов конкурса. Эстрадного, наверное, да, правильнее будет сказать? Творческого. Творческого. Да, Ламия Гусейнова, специалист по связям с общественностью Молодежного центра. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Расскажите поподробнее про этот конкурс. Что за конкурс? Кто может принимать участие? Какие номинации? Ну, как я понимаю, вокал есть. Март – это творческий конкурс в рамках российского движения школьников. Ну, собственно, и для школьников. Участвовать там могут как учебные заведения, так и сами школьники от 14 до 18 лет. Есть две номинации в конкурсе – это вокал и хореография. И в обеих номинациях могут участвовать как соло, так и коллективы. Хореография поделена еще на эстрадный и современный танец. Также там соло и коллективы. Все, что нужно сделать для участия – это зайти к нам в группу Центра продвижения молодежных проектов «Вектор». Там в закрепленной записи все подробно написано, и нужно подать нам заявку на почту rdsh.crassobaka.gmail.com, и мы ждем вас на конкурсе. До какого числа можно еще заявку подавать? Прошу всех поторопиться, потому что заявку можно подать до 13 марта. Включительно, да? Да, включительно до 13 марта, и через 48 часов ждать свое письмо заветное с тем, что вы действительно участвуете. Кто будет в жюри? В жюри мы пригласим как преподавателей вокала, так и вокалистов. Ну, видимо, именитые красноярские творческие личности будут присутствовать в жюри. Да, да, но пока мы не будем все рассказывать вам. Разумеется, это же тайна. Пускай люди не боятся, пускай школьники действительно настраиваются, но я думаю, все будет по-доброму, потому что не в первый раз уже проводится этот конкурс, да? Да, конкурс традиционный, и в этом году он придет уже четвертый раз. О, как! Да. А что будет, что получит победитель? У нас будет очень много призов от наших партнеров, и, в принципе, получается, будут призы как индивидуальные, так и призы... Коллективные. В смысле, школы. Школы. Да. Победившая школа получит очень крутой приз, так что я бы посоветовала вам скорее бежать и участвовать. Здорово. И, насколько я знаю, 18-го числа состоится как раз вот... Да. Получается, конкурсный день для номинации вокал состоится 18-го марта, для номинации хореография 19-го. Отлично. Ну, я предлагаю школам участвовать. Валерия, подходите ко мне, я не могу вам не задать вопрос. Насколько я знаю, вы тоже будете принимать участие. Да, я буду принимать участие в первый раз в этом горку. С какой песней? Песня будет «Круги на воде» группы «Слот». О, как интересно. Валерия, ну я вам от всей души желаю хорошо выступить, очень хорошо выступить, потому что мы, в принципе, были свидетелями с вами только что. Слышали, как Валерия хорошо, красиво поет. Почему, кстати, Гагарина? Скорее, тут вопрос не почему Гагарина, а почему эта песня. Ну да. Потому что, во-первых, у нас миллионный город, во-вторых, у нас он очень творческий, я считаю, очень развитый в сфере вокала. И поэтому и на этом конкурсе тоже будет, думаю, миллион голосов. Однозначно будет миллион голосов, будем следить за этим конкурсом. Ребят, расскажите, пожалуйста, а вы вообще какими-нибудь творческими навыками обладаете? Поете, танцуете, может быть? Ну, Виктория, ты, конечно, вопрос нам задала. Естественно, мы обладаем всеми творческими навыками. Валерий играет, танцует, поет, рисует, красит, пыль в глаза пускает. Любые творческие навыки.